Три года назад он работал на Ближнем Востоке под видом журналистов. Психологи пришли к заключению, что после плена с его психикой произошли необратимые изменения. А свой оперативный псевдоним он превратил в подобие Бренда. Спасибо. Не помешаю. Не помешаешь. Как ты поживаешь? А ты действительно хочешь знать, как я живу? Ну, собственно, все и так знают. Рубашечка из Милана? Оттуда. С кем ездил? Женой. Не с женой. Искренне сочувствую твоей жене. Подходи. Забрай свои вещи, деньги там, а я пойду. Поздно уже. Пороть будешь? Ну да. Руки засмели, булавочку свою выкинь. Попробуй, отбери. Здесь же кругом море. Могу и в море, я хорошо плаваю. Ваш старый знакомый, мы с вами говорили. Да. Да, приняла. Девятилетний Егор Орлов вышел из дома и не вернулся. Маша, перед тобой, между прочим, мать стоит. Или ты будешь продолжать меня игнорировать? Привет, мам. В самолете вас будут сопровождать наши сотрудники, но вы не будете знать, кто я. Да какой он отец? Между прочим, он нас просит. И я да, в своем уме. А вот у Никитина, похоже, мозгов совсем не осталось. Нет, это ты послушай. Копирует информацию, товарищ полковник. Я думала, что вся эта комбинация только ради Инги, чтобы вывести ее из страны. И вдруг он собственноручно ее убивает? Зачем? Что жалко? А мать родного тебе не жалко? Нужно в магазин заехать? Не надо никуда заезжать. Почему? В ресторан хочу. В ресторан? Да? Ну прямых доказательств этому нет, но... В Интерполе такой возможности не исключают. Ты с ней спишь? О любом звонке из Москвы на один из этих номеров мы тут же узнаем. Вернешься домой, тогда и поговорим. Все было вкусно и здорово. Было, все только начинается. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...